Добрый день дорогие друзья, у микрофона Айдара Байдулов. По традиции в конце месяца встречаем в нашей студии проект Истории Люди Память. И как обычно у нас в гостях автор проекта Евгений Морозов. Здравствуйте Евгений. И координатор проекта Эмма Басова. Добрый день. Итак, мы продолжаем путешествие вместе с вами по востоку нашей области. Северо. По северу. Восток даже. Северо-восток. Да, ну принято говорить, что это все-таки вот восток. Все, что не на берегу, это восток. К сожалению, так говорят. Славский район, Славский округ ныне. Его туристический потенциал. На самом деле ведь, можно сказать, неизведанная земля. Первая комната. Да, не только для туристов, но и для нас, для калининградцев. Очень многих. Итак, о чем будут ваши работы о Славском районе и что вы сейчас готовите? Вы помните, мы как раз в прошлой передаче, когда начинали работу в Славском районе, сказали, что это же наша вторая визитная карточка. И вы согласились с этим. И мы это дело поддержали, и мы на эту тему стали развивать дальше уже и в наших сюжетах, и в наших публикациях. Да, потому что, когда говоришь у заезжего гостя, что есть Калининград, тебе скажут, ну что Калининград? Калининград это янтарь, потому что это 90% мирового янтаря, а это единственная как бы Курская коса. Да, замечательно. Когда говоришь, что на территории Калининградской области, в частности Славского района, находится 70% всех польдерных земель страны. Ну и говорят, а что это такое? Ну вот объясняю, что это уникальные земли, которые находятся по сути ниже уровня моря, которые отвоеваны людьми у этого самого моря путем там дамб, каналов, мостов. И что на территории Славского района их 80% всех Калининградских, часть Саполейского района, часть Славского. Поэтому, на самом деле, в масштабах даже страны это уникальная земля. Уголочек. В принципе, можно сказать, территория одного Славского района, она практически исторически повторяет тот довоенный регион, который называли Эльхнедерунги. Ну, в 1938 году переименовали изначально Эльхнедерунги. Эльхнедерунги все очень просто обозначает низина. Вот ту самую низину, которая образовала дельта реки Неман. И вот все, что вот с этим связано, связан наш климат очень переувлажненный, наши перевлажненные почи, вот эти грунтовые воды, которые очень близко подходят к поверхности земли. Все это связано с нашим вот этим вот расположением, географическим расположением, нашей судьбой, как мы говорим. Первые жители эти были Курши. Это, по сути, люди, которые вдоль залива плыли-плыли-плыли на своих Куреносах. И вот здесь тихие, спокойные места, где их не трогал, только бобры были, лоси и вот эти вот самые Курши. Небольшие отраски земли, очень плодородные, вот они спокойненько тут жили. Кстати, очень любопытный факт. Это именно недалеко от Славска, буквально 2 километра, по-моему, 2,5, поселок Жевское, Укинен, который как раз-таки становится одним из ярких археологических памятников. И его раскапывают еще до 1945 года. И это становится доблестным примером систематизации археологического памятника, то, что находят. И вот действительно там нашли факты, подтверждающие, что здесь был торговый, ну, хаб, можно так сказать, центр, ремесленный центр, торговый центр. Но самое удивительное, по захоронениям там не было свидетельств того, что люди были захоронены с гирьками, как вот мы иногда на Самбийском полуострове видим. Видим, что они достаточно так выпендриваются друг перед другом. И они стараются иметь вот хорошую упаковку. Зачем? То есть это было эксклюзивное место, место почёта. То есть совершенно другая культура получается. Да, да. Абсолютно. Они жили на заимке такой. Это дикий был абсолютно край, пустошь такая, куда незачем было в принципе ехать, нечем там было заниматься. Но вот эти люди, они ловили рыбку, они, значит, добывали звери. И потом, потом, потом уже где-то, наверное, века 17-го начали более-менее осваивать эти земли. А как их осваивать? По какому принципу? Какой-то был разработан технологический план? Был. Ну, а и кто этим планом занимался? Ну, это ж не просто так люди подумали, решили. Видимо, должна была какая-то... Это государственный проект, как-никак. Потому что именно... Да, вот система же должна была быть какая-то... Иначе никак, без больших инвестиций. Водные пути, это не одна только мелиорация. Именно дороги заменяли реки, небольшие каналы. Они, в принципе, с периода Тевтонского ордена, 14-го века, уже разрабатывали вот этот проход по заливу, через каналы напрямую в Тильзит, через Мемель в Россию, дальше и дальше. Да, вот эта связь Пруссии с Россией через Мемель, да, литовская часть, вот эта Мемельского края, она была очень важна в стратегическом плане. И очень важно было здесь создавать вот такие вот поселки, которые будут обслуживать вот эти берега. Мы просто привыкли географически, что заезжаем со стороны Черняховска, с той стороны. Вот там, например, есть захоронение большое солдата Первой мировой войны, 14-го года, значит, это как раз был Оригард, то есть наша армия отошла за Мемель, они вот здесь, под Славском, оставили Оригард. Вот там порядка 100 человек Гатчинского, да, Гатчинского 270-го полка. Эти люди здесь приняли последний бой, но они прикрывали наши войска, ушедшие за Мемель, не куда-то там где-то, а вот здесь, то есть на карате. То есть, получается, здесь была какая-то угроза, да, либо вот вопрос такой, что здесь прикрывать-то, по большому счету, оказывается. Было что? Многонаселенная территория и с стратегической точки зрения, с военной точки зрения, очень удобный плацтарм, да, то есть можно было вот как раз здесь и сосредоточить. И именно с этой точки, друзья, будем все-таки согласны с тем, что нам Калининградская область досталась в результате большой победы. И мы знаем, что именно эти территории были как основным таким марш-броском, да, вот этим вот наступлением. Кстати, у немцев был весьма развит так называемый водный туризм. Они с залива на катерках, на лодочках, на моторных, на суденышках, они ходили от Кранца сюда. Вдоль берега Куршского залива, вот эта материковая часть. Это были очень разработанные каналы, по сути, были все судоходные, и я думаю, что в перспективе и наше правительство могло бы разработать вполне такой план водного туризма. Ну, понятно, что будет развиваться. Потом, в конечном итоге, выходят и старые общины, которые возникли в Гильге. И вот они, наконец, создают свои вот эти вот достаточно крепкие, добротные, богатые общины. Ну да, потому что даже многие, кто приезжает именно в Славский район, удивляются, казалось бы, на сегодняшний день, ну, действительно, ну, что там делать? А смотришь, а кирхиды какие большие там. Добротные, красивые, невероятные. Во-вторых, как, знаете, вот есть... Даже в Славске, если сравнивать, да, она же, в принципе, ничем не уступает кафедральному собору нашему Калининграду. В том-то и дело. И там, посмотрите, какая уникальная черепица. Черепица на самой башенке, не просто какой-то лист металлический, а именно черепица. Вот эти вот моменты очень важно отметить, потому что мы, когда катаем наших туристов, мы все выбираем обычные, привычные маршруты. Это побережье, Балтийская коса, Курская коса, ну, и вроде как все понятно, что с вашей Калининградской областью. Но мы же чаще проезжаем мимо развалин, тоже того же самого Побетона, да, это поселки Романово, развалин в Кумене, вот это Кумачево. А вы проезжаете в Славский район, там все стропилы крепкие, все стоят на местах, ну, естественно. Кстати, да, в поселке Заповедного вполне еще себе нормальная кирка, которая, ну, развалится она, конечно, если за Ленинградской область. Мы об этом говорим. Мы сделали два репортажа, один по Польдорам, он уже на Ютьюбе, да. Второй поселок Славского района, их, конечно, 52, и все невозможно обо всех рассказать, но о более-менее... По-моему, на каждом поселке можно отдельно делать репортаж, если не делай. Можно, совершенно верно. Мы заехали в Гастелло, мы сказали, что такое Гастелло? Я посмотрел, там стоит великолепно сохранившаяся эпохи конструктивизма немецкое здание, это школа была, она по сию пору целая, там, ну, уже, естественно, в эпоху оптимизации образования всех школьников куда-то исчезли, но здание крепкое, это памятник, это однозначный памятник. Ну, плюс руины кирхи. У нас, кстати, забывают, что есть такое понятие, как эстетика руин. Ну, вот в Мамоново ребята же сделали. Просто контуры. Такое, получается, городское место притяжения, хорошее пространство. Почему в поселках этого не сделать? Напомню, сегодня гости студии «Балтик Плюс», автор проекта «Истории. Люди. Память» Евгений Морозов и координатор проекта «Эмма Басова». Говорим мы об интересной работе, об интересном, о том, как проект идет о предмете, о Славском районе. Вот в первой части, Евгений, вы сказали, да, что там есть места боевой славы времен Первой мировой войны, но ведь Славский район, это же место подвига и времен Великой Отечественной, Второй мировой войны. Однозначно, это один из немногих районов, где предметно можно рассказать и показать, что было с нашими диверсионно-развитительными группами. Их более 120 было заброшено на эту территорию, в основном вот в этот нерунг, вот эти болотистые низменные места, где трудно было найти, их туда забрасывали. Это нынешние Славские, Полезские районы. Что само по себе вот эта местность, это уже испытание. Еще бы, конечно. И, значит, сохранились места десантирования, места гибели этих наших разведчиков, они в очень хорошем состоянии, в нормальные маршруты, можно туда привозить детей, рассказывать, показывать. Мы в нашем фильме вставляем часть интервью, фильм последний из группы Джек с Геннадьим Владимировичем Южкевичем. Он нам предметно говорил там, где и как кто погиб и как вообще произошла эта история. И это место там, допустим, место гибели командира Павла Крылатых, оно стоит, обелиск стоит. В очень хорошем состоянии. И там буквально несколько сот метров, там был еще немецкий концлагерь, Хоенбург. И я говорю, а как же так, вы вышли концлагерью? Он говорит, да мы же не знали. Мы, говорит, вышли, повернули налево, а там пулеметчики, там засадок, а по нам шальная пуля в сердце и все. Мы, говорит, даже... В общем, это вот прям предметно, можно приехать, посмотреть, показать в Славском районе вот эти маршруты наших ДРГ. То есть, если люди хотят изучать и знать историю, в том числе, как шла восточно-прусская операция, в первую очередь можно ехать в Славский район. Легко, во-первых, нельзя, будем так честно говорить, да, историю нашу так не стоит отдельно отделять, да, допустим, историю этого и этого направления. Здесь такой крутой замес, да, вы приезжаете в Славский район, и действительно, чтобы понимать сложность всей вот этой вот... Потому что, если касается истории Великой Отечественной войны, Второй мировой, то вот здесь первые, кто оказался на территории врага, это были смертники ДРГ. Они были смертники. В один конец. Потому что, когда Генка Юшкевич, вот этот... Еще 15-летний мальчишка. Он остался живым чудом, он потом полгода, после, значит, того, как наши пришли в январе 45-го года, он проходил систему фильтрации НКВД. Ты почему остался жив? Ты как остался жив? Ты что, вот ты полгода по лесам ходил? Может, ты на врагов работал? Я говорю, Геннадий, вы не обижались? Вот это же работа их. Как я мог обижаться? Меня проверяли. То есть, мало того, что ты смертник, тебя потом еще свои же будут проверять. Ну, отдать должность, все-таки работу, исследовательскую работу по диверсионным группам у нас ведут сейчас невероятно очень качественно. Защищают рефераты, диссертации. Ну, диссертации, может быть, нет, но вот очень много хороших статей, которых можно найти в открытом доступе. И это действительно уникальная тема. Тема, наверное, можно сказать, одно дело смертников, а другое дело, что они же подписали все о неразглашении, да, вот эта сверхсекретная операция, которую мы не знали до 60-х годов. И есть люди, которые дожили, ну, сколько из двух с половиной тысяч разведчиков, 250, те, кто вот выжил, наверное, был для них основной посыл рассказать об этом героизме, об этом подвиге. И это мы можем показать вам на нашей территории. Причем летели, забрасывали сюда, даже карт не было. Они говорят, мы нас забрасывали с картами Первой мировой. Да, но актуальных карт не было. А регион очень здорово подготовился перед Второй мировой. Ну, учитывая, что там вообще можно считать, что на тот момент это был такой один из основных укрепрайонов, наверное, можно сказать. Потому что с этих позиций, как мы уже сказали немножко раньше, что с этих позиций начинались стратегические операции направления вот именно на Россию. Да, вот это вот будет наше начало, начало нашего туристического маршрута. Завершим мы его в Славске. А Славск это будет наш фильм, тот, который у нас является основным итогом работы Славского района. Ну, и там мы видели очень много интересных, действительно, подвижек по привлечению туристов и показывают уникальных объектов, помимо того, что Кирха, который... Там есть то, чего нет на территории Калининградской области. Там есть бассейн с минеральной водой. Ну, вернее, он там был, сейчас идут там капа работы такого капитального характера. Ну, да, вроде как к следующему курортному сезону, туристическому сезону обещают его открыть. Ну, знаете, информационный баннер, который там висит, значит, не буду говорить фирма, которая его делает, она делала дом Каринта в Гвардейске, от которого ничего не осталось. Ну, ладно, не в этом дело. У них написано, они начали в марте, закончить должны были в августе. В августе они его не сделают. Вот это однозначно. Но, тем не менее, пусть делают, как делают, лишь бы сделали, не бросили на полпути. Это, на самом деле, уникальное место. 1 800 квадратных метров водной поверхности с глубины 138 метров. И вот ее как в 1935 году пробурили, вот она самотеком идет, 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 и по сию пору можно приехать на брак. Вы знаете, мы помним, когда с вами начинали нашу серию радиоэфиров, проекта, который у нас сейчас поддержан был Фонд президентских грантов, мы начинали с Зеленоградского района, мы начинали говорить о культурологии нашей Калининградской области. У нас уникальный регион, и не только на побережье, а вообще повсеместно по всей нашей Калининградской области, с удивительными минеральными водами. В свое время они были обнаружены бывшими жителями, но не довели до ума вот такого, скажем, химического анализа, потом раскрутки туристических инфраструктур, наверное, все-таки нам остается это сделать. Мы обязаны это все-таки подчеркнуть и показать, какой у нас целебный воздух, какие у нас почвы, какой у нас рельеф и какая у нас... Причем в нашем фильме будет разговор, мы обычно у нас практика такова, мы брали колонки специалистов по любому городу, когда они приезжали, и с ними беседовали более-менее предметно. Здесь мы решили пойти по другому пути, мы решили поговорить с людьми, которые там живут. Вот первая встречная, здрасте, здрасте, вы в Славске давно живете? Давно. Вы помните? И вот так завелся разговор. Иначе женщина на этом разговоре, она говорит, так мой муж, он этой бассейкой занимался, он написал газету «Советская Россия». Он долго исследовал, он никто, значит, она сама строитель. Я говорю, и что? Вот она мне рассказала всю очень длинную, там, получасовую историю, как муж ее, обыкновенный подвижник, занимался анализом этой воды, он писал «Москву», он записал «У нас тут уникальное место». Я вот стоял, я смотрел, думаю, вот из таких людей, вот если бы не они, у нас бы ничего не было. Они вот живут неприметные такие. Потом Иваныч там есть такой. Ну и, насколько помню, в прошлый раз, Евгений, вы рассказывали тоже про заинтересованного жителя... В Заповедном. В Заповедном, да, который сохранял... Пушку, да? Да. Уже в репортаже, уже смотрите наш репортаж. Вот фильмы мы проходили, я смотрю, стоит, знаете, только из автомобиля АК. Он настолько был затюнгован, такой, значит, он такой навороченный, он весь в перламутре, в бриллиантах и золоте. Я говорю, товарищ, это что такое? Он, не надо мне тут ничего снимать, это все мое, это... Ну, в общем, я его разговаривал. Он говорит, да это ерунда моя АК, ей 15 лет, она гоняет, то 120 она жмет. У меня в сарае стоит трактор, я его сам сделаю. Какой трактор? Мы заходим, мужик собрал из Москвича, из Зила, из трактора, из Жигуленка, он собрал трактор, он приехал в ГАИ. Я говорю, как он ездит? Он, как у меня, номера есть? Я говорю, каким образом он? Из ГАИ приехали все посмотреть, как это чудо собрал, и действительно оно есть. И как его регистрируется вообще? И он назвал его Иваныч. Я говорю, почему Иваныч? Ну, отца мы его звали, Иваныч. Вот таких чудаков там много. Фильм жил, короткий, так. Ну, то есть, надо сказать, что тем, кто нас сейчас слушает, если хотите действительно окунуться в настоящую жизнь, в интересную жизнь, в жизнь увлеченных людей, казалось бы, не совсем туристическое место. Надо присмотреться к этому городу. Мы же ведь, я чуть не сказал, а все знают, вот об этом железном лосе, который там стоит. Из подков. Человек сделал из подков. И не просто одного лося, он сделал еще маленького лося, он там сделал оленя, бобра какого-то. Он собирал по всей области подковы. И, наверное, каждый у нас в жизни. Он из них варил, он в натуральную вечерню сделал лося. Ну, правда, подкованный лось, но не... Зато смешно, понимаешь? Вот такой агресский смех, что, по-моему, зовут. Вот замечательный человек. Ходите, приедите в Славск, ходите по улицам, вы просто порадуетесь тому, что вы там будете наблюдать. Там время сохранился. Славский район, это, получается, и история, и памятники, и, наверное, самое главное... Природа. Природа и люди. И люди, обязательно, да. Имейте в виду, что, не доезжая Славска, по левой стороне стоит Свято-Елизаветинский женский монастырь. Это отдельная история, которую можно снимать отдельный фильм. Там есть парк птиц, где там у них живут в вольерах птицы, от фазанов, страусов до последнего. Лисы там даже живут. Ну, самое уникальное то, что именно выбрали эти отшельники, да, монахи, вот эти вот бросовые земли. Земли, которые явно никогда никому не будут нужны. И создают монастырь, который становится центром, не скажу, что прям такой яркой центром паломнической жизни, но в любом случае приезжают наши калининградцы отдохнуть вот в том самом парке, о котором вы говорите. Ну, это тоже еще один центр притяжения, еще одна причина посетить Славский район. Да, да, да. Ну что ж, к сожалению, заканчивается у нас время в эфире. Наверное, можно говорить о Славском районе много. Смотрите наши работы. Да, давайте расскажем, где и как найти вашу работу. Ну, опять же, наш канал, YouTube-канал, проект «История Людей Памяти». Уже два репортажа набирают невероятную популярность. Там многие уже и комментируют, многие стараются вовлечься вообще в этот процесс погружения в историю Славского района. И ждем 31 августа, в финале этого этапа нашего периода, первого периода проекта «История Людей Памяти» этого сезона. Фильм. Фильм о Славске. Краткая история, поскольку о нем можно часами снимать много серий, там можно сериал сделать. Ну, увы, формат. А почему бы нет? Заметьте, не я это предложил. Остается только с анонсировать. Я бы с удовольствием там снимал сериал. Ну что ж, друзья, напомню, сегодня гостями студии «Балтик Плюс» были автор проекта «История Людей Памяти» Евгений Морозов и координатор проекта «Эмма Басова». Спасибо вам за интересную, как всегда, беседу, ну и удачи в вашей очень важной, нужной и интересной работе. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания.